Нужно прекрасно понимать, какую травму получает любой человек, у которого звучит диагноз «рак». Это раз. И второе, тебе еще говорят, что теперь из прекрасной женщины с красивой грудью ты будешь ходить такой же прекрасной женщины, но с одной грудью. Как не пропустить рак молочной железы на ранней стадии? Где-то с 30 до 40, предположим, одного раза в год вполне достаточно делать УЗИ молочных желез. После 40 считается, что нужно делать обязательно маммографию, можно добавлять УЗИ еще. Параллельно еще беспокоит и эстетический результат. Как это в вашей хирургии сочетается? Большое множество онкопластических операций, их видов, которые позволяют с различными доступами, с пластикой, местными тканями, сохранить практически ту форму и тот объем молочной железы, который был до, минимизируя видимость этого рубца. Он накладывается только внутреннейшим, а сама кожа, она заклеивается. Вы одномоментно удаляете опухоль и замещаете тканями? Практически во всех случаях мы стараемся делать реконструкцию молочной железы. Превентивная мастоктомия. Все знают историю Анжелины Джоли. Я бы, может быть, не то чтобы рекомендовал удалять, а скорее рекомендовал бы, может быть, более пристально к себе относиться. Рак молочной железы Всем привет! Сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Артемьев, руководитель отделения мамологии Линской больницы. Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических заболеваний у женщин, поэтому тема весьма актуальна. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Вопрос такой. Как не пропустить рак молочной железы на ранней стадии? Какое должно быть поведение женщины правильное? Несмотря на то, что все онкологические заболевания развиваются достаточно быстро, одни медленнее, другие чуть быстрее, до определенного возраста, лет до 30, где-то с 30 до 40, предположим, одного раза в год вполне достаточно делать УЗИ молочных желез. Поэтому появление каких-либо образований, будь то доброкачественные или злокачественные, требующие или не требующие лечения хирургического или какого-либо еще, оно приведет как раз к максимально раннему выявлению. Там после 40 считается, что нужно делать обязательно уже маммографию, после 37 вот так, маммографию можно добавлять УЗИ еще для более ясной картины. Если мы находим какие-то образования, некоторые у нас не вызывают никаких сомнений, такие как кисты обычные, ну классические, да, вот, классические фиброденомы. Бывает картинка немножко смазана визуально на УЗИ или на маммографии, тогда добавляется исследование в виде МРТ и, естественно, биопсия, да, то есть, которое подтверждает наличие или отсутствие злокачественных клеток у пациентки. Если все-таки подтверждается онкологическая природа этого образования и оно незначительных размеров, как мы действуем? Смотрите, у нас в Линской больнице поставлена абсолютно правильная политика в плане ведения пациентов после верификации образования. Есть такое понятие на английском языке tumor board или у нас это онкологический консилиум или перед лечением, это можно назвать как стадирование заболевания, да, когда принимается решение, а не одним конкретным врачом, например, очень часто такое бывает, где-то в поликлинике сидит маммолог, который дальше выписывает, ну не то что назначение, да, грубо говоря, направляет к хирургу, например, или еще куда-то, да. А у нас получается такая история, что мы общаемся и маммологи-диагносты, и онколог общий медицинский, и хирург, который занимается именно молочной железой, главный врач. То есть мы общее мнение все собираем, потому что в разных случаях это бывает разное лечение. В каких-то случаях сначала требуется хирургическое, в каких-то случаях сначала химиотерапия, в каких-то, чтобы понять, как дальше это будет развиваться, от этого будет зависеть иногда и хирургическое лечение, как мы будем делать, да, требуется лучше потом или нет. Значит, мы будем думать о уже возможности или невозможности реконструктивной хирургии, то есть очень многофакторная система. И в таком случае, как раз, когда вот это стадирование вот этого заболевания происходит, вне зависимости уже от того, останется пациент у нас или нет, пациентка, она получает полностью как бы готовое заключение по ее заболеванию, включая там, где локализован опухоль, что это за опухоль, какая у нее иммуногистохимия, то есть какие рецепторы, да, на что она может реагировать, на какое лечение. И дальнейшие рекомендации там за подписями всей нашей команды по лечению уже вот комплексному лечению, да, что нужно сделать, там, такие-то химиопрепараты, такое-то хирургическое лечение, такие-то требуется или не требуется лучевая терапия. Ну, это вот мы сейчас обсудили идеальную ситуацию, когда женщина своевременно проходит профилактический осмотр, и опухоль выявлена небольшая, то есть, ну, по сути, непальпируемое еще образование обнаружено. Ну, так, да. Потому что в основном-то обращаются, как я понимаю, женщины, которые в результате самодиагностики обнаружили какое-то уплотнение, если это онкология, то это уже, ну, как бы точно не ранняя стадия заболевания, правильно? Ну, не совсем так, просто еще зависит же тоже от размера груди, в том числе, да, и от того вида опухоли, потому что если мы предполагаем, что грудь небольшого размера, да, и наша уже имеющаяся пациентка на данный момент, да, достаточно внимательно к себе относится, то найти какое-то образование не представляет труда для женщины абсолютно, да, то есть, если она достаточно регулярно сама себя обследует, и бывают даже случайные, спонтанные находки точно так же, да, мылась в душе, обратила внимание на какое-то образование, они не обязательно запущенные, далеко нет. Обычно, как раз запущенное образование, это когда пациентки относятся, так скажем, наплевать к собственному здоровью, имея уже какие-либо заключения предварительные, там, косвенные, какие угодно абсолютно врачей, не продолжают лечению, не продолжают диагностику, или сами, например, что-то находят и говорят, ай, да ладно, типа там, или ой, я боюсь, то есть вот какие-то такие вещи, и уже приходят тогда, когда, ну, становится немножко сложнее бороться с этим заболеванием. Ну, это я к тому, что самодиагностика, ну, как бы, не панацея. Самодиагностика не панацея, но один из очень важных факторов, однозначно, абсолютно. Вот, мы планируем проводить такие пациентские встречи в больнице, в которых будет рассказываться и как находить, и как бороться, и насколько это, в общем, не так уж и страшно, так скажем. Ещё достаточно, в общем, так, как бы, среди людей известна тема, что опухоль может и не пальпироваться самостоятельно, но могут лимфатические узлы в подмышечной области быть увеличены, это так? Бывают непальпируемые опухоли образования, но они достаточно редко такое встречается, на самом деле, и просто бывают ещё разные их виды в плане самого роста, да, самой ткани, где они прорастают, так скажем. Поэтому они бывают разные по плотности. А к лимфатическим узлам отношения иногда бывает, что лимфатические узлы увеличены, а гистологически, например, после операции, после лимфоденоктомии, нет никаких подозрений на то, что там есть какие-то метастазы. Но это я к тому, что вот нащупало узел? Ещё полуузел, да, надо обращаться однозначно к, ну, как минимум к хирургу, который при каких-то подозрениях у него, да, обязательно отправят к онкологу. Потому что сам по себе лимфоденит, он может возникать от чего угодно. То есть, может быть, любые ранки, прыщики какие-то, да, на теле в этой зоне, то есть подмышечная область, она собирает и с руки, естественно, да, всё лимфа, то есть, не знаю, готовила, порезалась, вот тебе, пожалуйста, лимфатический узел может увеличиться. Поэтому здесь нет прямой связи точно, абсолютно. Ну, если узел есть, значит, надо к врачу общей практике? Ну, лучше, да, конечно, да, к врачу общей практике, да. Ну, желательно, потому что лимфоденит – это хирургическое заболевание, желательно обратиться к хирургу всё-таки. По поводу самих операций. Понятно, что кроме онкологии, угроз жизни, серьёзные проблемы, параллельно ещё беспокоят и эстетический результат. То есть, как это вот в вашей хирургии сочетается? Эстетически очень большой как бы дефект, ну, эстетический вред, так скажем, наносится, потому что, ну, даже, по-моему, нечего объяснять, да. Вот, с точки зрения хирургии, как мы с этим справляемся, существует огромное количество различных вариантов лечения хирургического, да. То, что сейчас вводится повсеместно во всём мире – это онкопластическая хирургия, это способы введения пациентов, иногда требующие предоперационно-неодевантного лечения, химиотерапии, да, которая как раз позволяет уменьшить объём опухоли, размер самого образования для того, чтобы не убирать всю железу, а делать, например, какую-то секторальную резекцию, или существует большое множество онкопластических операций, их видов, которые позволяют с различными доступами, с пластикой, местными тканями, сохранить практически ту форму и тот объём молочной железы, который был до, в рамках того удаления, которое должно быть, так скажем, да. Если это не представляется возможным, да, есть понятие кожесохранных операций, то есть подкожная мастектомия, которая представляет собой удаление самой молочной железы, с сохранением, да, целиком с сохранением кожи самой молочной железы. И тогда там мы можем уже вот в этой полости сформированной, да, после удаления, за счёт протезирования, опять же, как с лоскутами, со спины, с живота, точно так же и в комбинации с протезами, это и через экспандер можно идти, или сразу же на импланте. Существует очень большое множество этих вариаций. В каждом конкретном случае выбирается принципиально свой метод лечения, потому что очень много факторов. Ну вот, опять же, будет дальше лучевая терапия или нет, где она будет проводиться, это тоже очень важно, на каком оборудовании. То есть очень многофакторная система, которая приводит к выбору оптимального вида хирургического лечения. А экспандер – это временное некое устройство? Да, экспандер – это как вот, если представить себе воздушный шарик сдутый, да, у него есть порт специальный, куда где-то раз в 10 дней, раз в 2 недели, в зависимости от ригидности тканей, вводится жидкость, стерильный физраствор, который, в этот шарик потихонечку раздуваясь, расправляясь, он формирует нужный объем, который нам нужен для формирования новой молочной железы, реконструируемой молочной железы. Он уже потом в дальнейшем меняется на имплант. Через какое время после операции? Ну, на самом деле, обычно экспандер ставится, ну, как бы, на самом деле ставится и одномоментно, и отсрочно. Если одномоментно, значит, пациентки убрали опухоль или убрали железу. То есть в дальнейшем какое будет у него лечение, химия, терапия, будет ли лучевая терапия. И уже лучший имплант ставить на фоне окончания химии или лучевой терапии. То есть когда ткани пришли уже в свое стабильное состояние. Да, конечно, да. И иммунная система немножко по-другому уже будет реагировать и все прочее. Вот, если мы говорим об отсроченной реконструктивной хирургии, да, когда пациент, например, к нам обращается, которая была прооперирована, например, там, 5-7 лет назад, и она хочет восстановить свою молочную железу, мы для этого точно так же используем экспандер с лоскутами или без. Это, еще раз, очень индивидуально. И используя этот экспандер, мы где-то, наверное, месяца через полтора-два-три можем делать вторую операцию по замене экспандера на имплант. Зависит опять точно так же от того, как ткани растягиваются, как они поддаются вот этой дерматензии. А чувствительность сохраняется после мастектомии? Чувствительность тактильная сохраняется. Если мы говорим об эрогенной чувствительности, то, конечно, нет. Потому что при подкожной мастектомии, если, опять же, не всегда сосок сохраняется, и существуют определенные показания к его сохранению или к его удалению. Это зависит, опять же, от размера опухоли, ее близости к сосково-реолярному комплексу, от того, какая сама по себе эта опухоль, протоковая или нет. В общем, очень много там факторов, опять же. Но при сохранении сосково-реолярного комплекса чувствительность эрогенной, конечно, пропадает, потому что от него отсекаются все сосуды и нервы. То есть иннервация сохраняется, но она такая внутрикожная, так скажем. А по поводу шрамов, насколько они видны эстетически, там, не знаю, в купальнике? Ну, смотрите, если мы говорим о каких-либо видах секторальных резекций, то есть органосохраняющей операции, да, когда мы убираем именно саму опухоль с некоторым объемом здоровых вокруг тканей для того, чтобы убедиться, что вся опухоль полностью удалена. В таких случаях рубцы в большинстве слоем, конечно, хорошо заживают и минимально видны, особенно как бы при учете того, что мы используем различные технологии, связанные с, ну, так называемой, бесшовной технологией, которая позволяет минимизировать внешний вид рубца в дальнейшем. Суть ее в том, что накладываются только внутренние швы, а сама кожа, она заклеивается. Мы стараемся делать это максимально часто, но не всегда возможно, потому что если есть большой объем, следовательно, большой вес самой молочной железы, она будет тянуть, конечно, в некоторых направлениях, так скажем, именно направлениях самого положения, самого рубца, будущего, да, рубца, послеоперационной раны изначально, мы не можем удовлетворительно, адекватно свести края. В таких случаях, конечно, оно пользуется классическими внутрикожными тоже швами, да, иногда тоже добавляем клей. В любом случае эстетика при таких операциях хорошая. Если мы говорим о мастектомии, естественно, сохраняется рубец. То есть здесь, опять же, будет зависеть только от того, ну, как шьет хирург, как заживала эта рана, были ли какие-то воспалительные процессы. Ну, в большинстве своем я могу сказать, что практически вот все рубцы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, я даже не говорю там о нас, да, конкретно, а о многих учреждениях здравоохранения, и не только Москвы, там, и любых регионов. Все, кто стараются, практически у всех очень хорошо. Хорошие результаты в плане эстетики. Ну, плюс вы же их еще и прячете, то есть доступы сами. Ну, доступы, да, естественно. Но при онкопластической хирургии, конечно, стараются прятать доступы. Доступы идут по границе пигментированной, непигментированной кожи ареолы. Доступы идут субмомарно, уводятся в подмышку и прочее. То есть существуют различные методики, позволяющие во многих случаях убрать опухоль, минимизируя, так скажем, видимость этого рубца. Понятно, что исключить его совсем, да, то есть это невозможно. Но мы стараемся максимально его спрятать. То есть правильно я понимаю, что в большинстве случаев вы одномоментно удаляете опухоль и замещаете тканями? Ну, естественно, да, еще раз, это онкопластическая хирургия. Убрали опухоль, заместили собственными тканями, там, или свели, или сместили, да. А при мастектомии? И при мастектомии точно так же практически во всех случаях мы стараемся делать реконструкцию молочной железы. То есть ушла с грудью нормальная? Ушла с грудью, да. Ну, или нормальная, или почти нормальная, которая в скором времени станет нормальной. Нужно прекрасно понимать, какую травму, да, получает любой человек, абсолютно любой, у которого звучит диагноз рак. Да, конечно. Это раз. И второе, тебе еще говорят, что теперь из прекрасной, там, женщины с красивой грудью ты будешь ходить такой же прекрасной женщиной, но с одной грудью. То есть вот эти два удара, они достаточно тяжело переносятся пациентками. Естественно, не делать реконструкцию, по-моему, так это... Не пытаться ее сделать в каждом случае. Ну, это, конечно, не преступление, но это неверно абсолютно. То есть поэтому мы делаем ее, стараемся делать всегда. То есть если нам позволяет это именно медицинские, онкологические, там, составляющие определенные, мы обязательно будем делать реконструкцию. А те женщины, которые были прооперированы ранее, и им не было сделано реконструктивной операцией, они, в принципе, через любой срок, когда они приняли решение, могут прийти и будут восстановлены? Да, конечно, и здесь тоже нет никаких проблем абсолютно. Есть для этого огромное количество операций. И экспандерная дерматензия, и перенос лоскута широчайшей мышцы спины, травм с живота и диеп на сосудистой ножке. Большой комплекс, такой большой запас этих операций, чтобы мы справились практически в любом случае. Насколько симметрична получается форма груди после операции реконструктивной? Как бы вот комплекс наших хирургических манипуляций, да, которые начинаются с хирургического лечения злокачественного образования, да, вне зависимости, как это происходит, там. Если это онкопластическая хирургия, то чаще всего соседняя здоровая железа не трогается. Иногда требуется, но чаще всего нет. Ну вот, если же мы говорим о реконструкции одномоментной или даже отсроченной реконструкции мощной железы, то практически всегда, там, в 80% случаев мы работаем со второй железой. В некоторых случаях пациентки сами отказываются, говорят, что им не надо. Ну, это уже личное дело каждое. Вот. А когда надо, то процентов 80-90 даже вот так вот мы работаем со здоровой железой. Связано это с тем, что, во-первых, иногда это бывает выраженная симметрия объема. Ну, чтобы было понятно, например, пациентка приходит с большой грудью, да, и когда ее полностью убирают, то восстанавливать такую же огромную грудь, там, четвертого, пятого, шестого размера нет смысла никакого, потому что ткани просто не выдержат такого объема импланта, такого веса и прочее, да. Поэтому делается подтяжка, пиксия, редукция здоровой железы. Так называемые симметризирующие операции, которые позволяют выровнять объем и форму молочной железы, чтобы женщине было комфортно, там, не только в шубе, грубо говоря, да, но в том числе и в купальнике, чтобы это выглядело достаточно хорошо. Разница формы в том числе, потому что в большинстве своем реконструируемая молочная железа, она имеет вид здоровой, красивой, стоячей, молодой, девичьей груди, да, а железа здоровая, она обычно имеет естественный, незначительный птоз, то есть такое подвисание небольшое, да, и мы имеем разный уровень сосков с кавариллярных комплексов, то, что сразу же видно в футболке, мы имеем разное положение верхних полисов молочных желез, и для того, чтобы создать симметрию, мы уже работаем со здоровой железой. Иногда это установка импланта меньшего объема, нежели в эту сторону, потому что здесь у нас своя железа существует, да, вот. Вот иногда это подтяжка на небольшом импланте, иногда это просто подтяжка, в каких-то случаях редукция, то есть удаление какого-то объема молочной железы с подтяжкой, естественно, да, там, переносом с кавариллярного комплекса. То есть тоже достаточное множество различных операций, которые позволяют сделать грудь в результате симметричней. Очень круто, впечатляет. Превентивная мастоктомия. Все знают историю Анжелины Джоли. У нее было, значит, гены BRCA1, BRCA2 мутации. Ей поставили очень высокий риск заболевания ракомолочной железы, плюс онкологический анамнез, что у нее все женщины умерли в роду, и она пошла на операцию. У нас вообще это принято, не принято, или это какая-то казуистика? Есть пациентки с подобными желаниями. На самом деле в каких-то ситуациях это оправдано, потому что чаще всего подобные операции спрашивают те женщины, которые уже имеют рак молочной железы или им переболели. То есть, например, при отсроченной мастоктомии приходит пациентка восстановить утраченную железу и говорит заодно, «Ну, давайте мне уберем еще и эту железу». То есть сразу же делаем подкожную мастоктомию с сохранением кожного чехла молочной железы, с установкой экспандера, импланта, тканями, как уже обсуждали. Особенно в тех случаях, когда дети уже выросли, она их уже выкормила, потому что страх вот этого заболевания, пройти опять все вот эти круги лечения, достаточно тяжело женщины переносят и гормональную терапию, и химиотерапию. Когда мы говорим о пациентках, которые просто говорят, «Давайте-ка уберем мне железы, потому что там что-то боюсь я или думаю», мне кажется, что это не совсем правильный подход, потому что тогда можно убрать все. То, что так кажется. Ну да, то есть давайте еще печень уберем. Ну то есть история с мутациями Берсей-1, Берсей-2, да. То есть есть еще другие гены, есть разные панели по мутациям генов, но, возможно, в каких-то случаях я бы, может быть, не то чтобы рекомендовал удалять, а скорее рекомендовал бы, может быть, более пристально к себе относиться. Например, то же самое ультразвуковое исследование, мы не говорим о маммографии даже, да. Ультразвуковое исследование, которое абсолютно безопасно для здоровья, при более ранней диагностике. Я так понимаю, что если тот же врач общей практики, когда собирает анамнез, и ему становится ясно, что в роду было много случаев рака молочной железы, просто применяется немножко другой некий шаблон диагностики, а раньше все это начиналось чаще. Смотрите, вы сами сказали, да, что это первое заболевание среди женщин, да, онкологическое. Это же не только генетически предрасположенная история, там очень много гормональных видов опухоли и прочего, да. Нет точной, так скажем, да, этиологии патогенеза рака, да, не существует. То есть это слишком много факторов, огромное количество факторов, которые влияют на то, возникнет он или нет. Как на любой нормальный человек, если он следит за своим здоровьем, да, он следит за ним во всем. Не только в молочной железе, да, а во всем. Вот в том числе и в молочной железе. И существуют рекомендации, о которых на самом деле практически все женщины знают. Это рекомендации посещать мамолога, это рекомендации делать УЗИ, это рекомендации делать мамографию. Существуют определенные возрастные рамки, да, с которых лучше делать это так, это чаще, это то, то, все. То есть это вполне достаточно для того, чтобы вовремя выявить это заболевание. И тогда будет проведена операция с хорошим эстетическим эффектом. Спасибо большое. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok